Татнефть-Арена представляет 10 февраля. Встречай день влюбленных. Big Love Show. На льду только девочки. Это четвертый турнир первенства Татарстана. Сегодня играют пять команд, а когда-то свои женские сборные были практически в каждом втором районе республики. Бегай! Александр Нестеров тренирует детей больше 20 лет. Его искра из Камских полян четырехкратный чемпион республики. Признается, набрать девочек в команду с каждым годом все сложнее. Мы все на Канаду, Америку равняемся. У них же школьные команды. Допустим, колледж, институт. У них в своей лиге все есть. А у нас что это? Вот мы болтыхаемся тут. Пять команд. В том году хоть было с разъездами интересно. А сейчас вот приехали мы, в день по две игры. Какая команда выдержит? Девчонкам по 16 лет. И это, возможно, их последний сезон. Потом либо в профессиональный спорт, куда сложно попасть и нужно постоянно ездить на соревнования, либо оставаться в любительском хоккее. Надежда, воспитанница той самой «Искры», играла за профессиональный клуб в Уфе. Говорит, перспективным игрокам нужна поддержка. Популяризации нет вообще никакой в Татарстане. И то, даже в соревнованиях, которые проводятся, я говорю, с трудом набираются деньги, чтобы поехать. А не каждые родители могут выделить деньги на поездки. Когда набирают маленьких детей, тоже приходят 2-3 человека из девочек, а остальные все мальчики. Родители боятся то, что это не женский вид спорта, то, что очень много травм. Но силовые приемы, в отличие от мужского хоккея, здесь запрещены. И амуниция легче. В остальном все как везде. Тренируемся каждый день по 2-3 часа. Ну, лед и земля. Сложно? Ну, мы еще с пацанами тренируемся. Это, конечно, сложновато. Равняться девочкам есть на кого. Многие девушки из Татарстана в российских сборных. В сборной молодежной играют. И в первой сборной на Олимпиаде участвуют девочки из нашей школы. Просто, ну, там команды нет в Казани, на выпуски разъезжаются. Чтобы таланты не уезжали, в Татарстане не первый год. Говорят о необходимости создания профессиональной сборной. Говорили даже на базе Акбарса. В Минспорте подробности пока не озвучиваются. У нас имеется полностью расчета. Мы предполагали тоже создавать базу на базе в Сабинском районе. В то время мы идем в арест, там и база, проживание, по-моему, питание. Мы вывезем, может быть, в Казани, сейчас мы пока в работе. И сейчас не скажу, когда будет. Это значит, в недрах Минспорта проект разрабатывается. Казань, Мамадыш, Ознакаева, Октаны, Шейкамские поляны. На первенстве Татарстана пока пять команд из девочек старшего возраста. И без единой профессиональной команды шансов подготовить олимпийских чемпионок здесь невысоки. Какой она будет, Минспорты озвучат в ближайшее время. Надеются, возможно, подключатся инвесторы. Анна Городнова, Рина Цаффин, ТНВ, Казань.